Айзи Казимов Айзи Казимов – американский писатель-фантаст, популяризатор науки по профессии биохимик. Автор около 500 книг в самых разных областях, от астрономии и генетики до истории и литературоведения. Некоторые термины из его произведений – работотехника, позитронный, психоистория, наука о поведении больших групп людей – прочно вошли в английский и другие языки. В англо-американской литературной традиции Айзи Казимова относят к большой тройке писателей-фантастов. Айзи Казимов родился по документам 2 января 1920 года в местечке Петровичи в Гомельской губернии в еврейской семье. Его родители Анна Рахиль-Исаковна Берман и Юда Ароновича Зимов были мельниками в профессии. В 1923 году родители увезли его в США в чемоданниках, потом он сам рожался, где поселились в Бруклине. Через несколько лет открыли кондитерский магазин. В 5 лет Айзи Казимов пошел в школу. Хотя ему полагалось пойти в школу в 6 лет, но мать исправила его день рождения на 7 сентября 1919 года, чтобы отдать его в школу на год раньше. Писать Айзи Казимов начал в 11 лет. Он начал книгу о приключениях мальчика, живущих в маленьком городе, но потом забросил ее. Но при этом произошел интересный случай. Написав две главы, Айзик пересказал их своему другу. Тот потребовал продолжения. Когда Айзик объяснил, что это пока все, что он написал, его друг попросил дать почитать книгу, где Айзик прочел эту историю. С того момента Айзик понял, что он обладает писательским даром и стал серьезно относиться к своей литературной деятельности. После окончания 10 класса в 1935 году 15-летний Айзик поступил в колледж, но через год колледж сокрылся. Айзик поступил на химический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, где получил в 1939 году степень бакалавра, а в 1941 магистр по химии и поступил в аспирантуру. В год окончания университета он дебютировал в Amazing Stories с рассказом «В плену увески». Блестящий научный ум сочетался возимой с мечтательностью, и поэтому он не мог быть ни чистым ученым, ни чистым писателем. Он стал писать научную фантастику. Особенно ему удавались книги, в которых можно было теоретизировать, строить заковыристые логические цепочки, предполагающие много кипотез, но лишь одно верное решение. Это фантастические детективы. В лучших книгах Азимова так или иначе присутствует детективное начало. Его любимые герои Элайдж Бейли и Дэниел Олива – сыщики по профессии. Но даже романы, которые нельзя назвать стопроцентными детективами, посвящены раскрытию тайн, сбору информации и блестящим логическим выкупам необычайно умных и наделенных верной интуицией героев. В 1941 году был опубликован рассказ «Приход ночи» о планете, вращающейся в системе шести звезд, где ночь наступает раз в 2049 лет. Рассказ получил огромную известность. В 1968 году Американская ассоциация писателей-фантастов объявила «Приход ночи» лучшим из когда-либо написанных фантастических рассказов. Рассказ более 20 раз попадал в онтологию. Дважды был экранизирован. И сам Азимов впоследствии назвал его «Водоразделом в моей профессиональной карьере». С октября 1945 года по июль 1946 Азимов служил в армии. Затем вернулся в Нью-Йорк и продолжил образование. В 1948 году закончил аспирантуру. Получил степень доктора философии и поступил в постдокторат как биохимик. В 1949 он устроился преподавателем на медицинский факультет Бостонского университета, где в декабре 1951 года стал ассистентом, а в 1955 – доцентом. К 1958 году доходы Азимова как писателя уже превышали его университетскую зарплату. В 1979 году ему было присвоено звание профессора. Действие Азимовских книг происходит в будущем. Это будущее растянулось на много тысячелетий. Здесь и приключения счастливчика в первые десятилетия освоения Солнечной системы, и заселение дальних планет, начиная с системы Тау-Кита и образования могучей галактической империи, ее распад и работа кучки ученых, объединившихся под названием Академия над созданием новой, лучшей галактической империи, и перерастание человеческого разума во вселенский разум галактики. Азимов в посуде создал свою собственную вселенную, протяженную в пространстве и времени собственными координатами истории и моралью. Азимовские роботы – это самое поразительное из всего созданного писателя. Азимов сочинял чистую научную фантастику, в которой нет места волшебства и мистики. И все же, не будучи инженером по профессии, он не очень-то поражает читательское воображение техническими новинками. Единственное его изобретение скорее философского плана, чем технического. Азимовские роботы, проблемы их взаимоотношения с людьми – это предмет особого интереса. Чувствуется, что автор много думал, прежде чем написать об этом. Не случайно даже его конкуренты-фантасты, в том числе и те из них, кто нелестно отзывался о его литературном таланте, признавали увеличие как автора трех законов роботехники. Законы эти выражены тоже философски, а не технически. Роботы не должны причинять вред человеку или своим бездействием допускать, чтобы ему был причинен вред. Роботы должны подчиняться приказам человека, если это не противоречит первому закону. Роботы должны оберегать свое существование, если это не противоречит первому и второму закону. Азимов не объясняет, как это происходит, но говорит, что ни один робот не может быть создан без соблюдения трех законов. Они заложены в самый базис – техническую основу возможности построения робота. Но уже из этих трех законов вытекает масса проблем. Например, роботу прикажут прыгнуть в огонь, и он будет вынужден это сделать, потому что второй закон изначально сильнее третьего. А ведь Азимовские роботы, во всяком случае Дэниел и ему подобные, это по сути люди, только искусственно созданные. У них уникальная и неповторимая личность, индивидуальность, которая может быть уничтожена по капризу любого плитца. Азимов был человеком умным. Он сам заметил это противоречие и разрешил его. И множество других проблем и противоречий, возникающих в его книгах, были им блестяще разрешены. Создается впечатление, что ему нравилось ставить проблемы и находить их решение. Мир романов Азимова – это мир причудливого сплетения неожиданности и логичности. Вы никогда не угадаете, какая сила стоит за тем или иным событием во Вселенной. Кто противостоит героям в их поисках истины? Кто им помогает? Финалы романов Азимова неожиданны. И тем не менее любая неожиданность здесь тщательно мотивирована и оправдана. Ошибок у Азимова нет и быть не может. Причудливо переплетены в Азимовской Вселенной свобода личности и ее зависимость от высших сил. В галактике по Азимову действует множество могущественных сил, гораздо более могущественных, чем люди. И все же в конечном итоге все решают люди, конкретные люди. Азимовский мир – открытый и вечно изменяющийся. Кто знает, куда бы пришло человечество у Азимова, проживи автор еще немного. Читатель, вошедший в чужую тревожную, огромную и полную противоборство Азимовскую Вселенную, чувствует грусть и опустошение, как будто стоит на пепелище. В этом глубокая человечность и эмоциональность личного мозрительного мира, созданного Азимову. Он прожил по западным стандартам немного, всего 72 года, и умер 6 апреля 1992 года в клинике Нью-Йоркского университета от сердечной и почечной недостаточности на фоне ВИЧ-инфекции, приведших к СПИДу, который заразился при операции на сердце в 1983 году. Но за эти годы он написал не 20, не 50, не 100, а 467 книг, как художественных, так и научных и научно-популярных. Его творчество отмечено пятью премиями Хьюга, двумя премиями Ньюбова, а также многими другими призами и премиями. Именем Азика Азимова назван один из популярнейших американских научно-фантастических журналов «Научная фантастика и фэнтези Азимова». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...